так здравствуйте всем сейчас подключимся у нас тут маленькая авария произошла техническая так все есть такое дело телефончик свет так всем здравствуйте девчат мы тут подготовили для вас очередных несколько вариантов к новогодних дизайнов используя из и гель-лаки которые вышли вот сейчас под новый год коллекция под гипнозом и взяли в работу гель-лаки с предыдущей коллекции я уверена что у многих эти гель-лаки есть в работе до сих пор стоят это мы говорим про коллекцию осень-зима lost in time lost in time так сейчас я просто одеваю перчатки за камерой они не одеваются сейчас мы руки вспотели итак девчат с нами владивосток замечательно владивосток слушайте ну это прям плюс сколько часов плюс шесть плюс семь плюс девять иркутск плюс пять а дальше уже не знаю там не ориентируясь у это что ж такое не одевается перчатка какой-то 30 сейчас девчата и так значит сегодня германия тоже с вами о боже наталья очень приятно ростов-на-дону владивосток хабаровск с ума сойти плюс семь я же говорю спать пора а мастера все пилят неважно да утро день ночь это я за вошка вас вообще не девать и перчатку это какой-то нонсенс крым воронеж здравствуйте всем девчат сегодня у нас четверг мы немножко припозднелись из-за того что вот никак не могли подключить телефончик подставочку поставить но бывают такие моменты не все гладко в этой жизни так и мы с вами говорим про новогодние варианты дизайна значит что хочется сказать ну во первых по четвергам в два часа дня я с вами да наташка клюгина ростов-на-дону вот и мы как бы помогаем мастерам какие-то решения до новогодние принимать если у вас есть клиенты которые любят дизайны если у вас в если вы сами любите дизайн дата ваши клиенты сто процентов тоже будут увлечены дизайнами так ну я надеюсь что меня вау там бофудмуртия с ума сойти классно так приятно когда вся страна я не очень публичный человек все время об этом говорю и поэтому так просто чисто по делу встречаемся по делу чтобы сделать какие-то дизайны и так девчат значит что хочется сказать ну во первых хочу напомнить о том что вот осенью был вот такой вот замечательный у нас набор гель-лаков loss and time там было замечательных восемь цветов есть цвета которые этот с легким перламутром есть такие плотные оттеночки эта коллекция которая вышла осенью до loss and time и есть еще гель-лаки которые вышли вот буквально недавно эта коллекция под гипнозом здесь шесть цветов светоотражающие оттенки гель-лаков и я как бы готовясь к прямому эфиру решила что можно их между собой совместить и вы знаете и очень даже неплохо получилось то есть например 399 цвет очень спросить 396 вот так вот возьму 396 сейчас я вот это в сторону уберу 396 очень красивый цвет вот такой вот черно-серый да видите с отражающими частичками очень классно сочетается с 389 это из коллекции loss and time он такой знаете белый перламутровый белый перламутровый и вот в дизайнах в сочетании видите вот как раз таки триста восемьдесят девятый цвет и 396 вот они вот эти вот четыре типсины видите вот я их пыталась соединить вместе да сочетаем очень сочетаемые цвета прикольно вот такой вот вариант сделала это 395 цвет видите вот опять же из коллекции под гипнозом и из коллекции loss and time 391 цвет очень тоже прикольно они так сочетаются интересно причем знаете один цвет же получается как бы на основе белого замешан и он без перламутра без блесточек без ничего довольно таки плотный оттенок а вот этот цвет 395 с отражающими до частичками вот светоотражающий гель-лак поэтому как бы и я не думала но посмотрите как прикольно они вместе сочетаются причем даже сграть в градиенте плюс еще белый на кончик добавила тоже прикольно смотрится давайте какой-нибудь час вариант замутим вот и значит очень хотелось показать вам что вы наверное уже тоже видели ну вышел новый топ silver новый топ и там такой стеклярус серебряный и знаете прикольно как бы можно с помощью такого топа естественно да можно сделать любой цвет значит с блесточками ну вот например например давайте какой-нибудь час вот такой например это я возьму из коллекции loss and time например цвет 390 до мы сейчас с вами нанесем цвет на поверхность просушим и просто сверху нанесем топ с блесточками чтобы было понятно как оно выглядит по крайней мере на камеру надеюсь что камера передать передаст вот это вот прикольное такое ощущение вот эти во стекляруса сверху или давайте допустим из этой же коллекции loss and time возьмем давайте давайте ну давайте вот такой цвет возьмем 394 394 я не буду все цвета просто мне очень хочется во первых и самой как бы попробовать и заодно с вами до посмотреть на эту сложившуюся ситуацию как мы можем любой цвет до покрыть топом silver с вот такими серебряными крупными вкраплениями посмотрим как это будет смотреться так просушиваем и значит и сразу наносим вот этот вот новый топ видно девчат новый топ silver который посмотрим так наносим сверху не обязательно доделать какой-то дизайн а вот с такими вот красивыми вставками такого серебряного цвета ой прикольно единственно знаете все время хочется побольше добавить об этом смотришь не поменьше а потом смотришь не побольше и вот так вот бесконечная вот такие вот серебряные частички видно на экране сейчас просушим давайте на этот цвет точно также добавим еще раз говорю что я просто пытаюсь сама еще посмотреть как это будет выглядеть новый топ вот с такими серебряными частичками внутри себя как красиво легли с первого раза разного размера как битая стеклышко да только такой битый ракушечник можно сказать да интересно и просто например с помощью техники стемпинг да например отпечатать там снежинки какие-нибудь сверху и все и покрыть например снежинки отпечатать вернее потом покрыть этим топом и будет прикольный такой зимний зимний вариант но пока просушил хочу еще попробовать на ощупь так липкости не имеет так ничего нигде не торчит ну в принципе прикольно классно смотрится когда бабочные такие декорации видно девчат это мы с вами сейчас еще разочек то только подцы присоединился к нам сильвер новый топ у нас есть такая тут она поприветствует наташечку с наступающим новым годом всех девчат мастеров олечка спасибо большое девчонки всех с наступающим годом я представляю сейчас у всех мастеров такая знаете рабочая рабочая неделя пошла до 3 по наверно по 30 включительно может то раньше чуть-чуть заканчивать так тоже высох классно смотрится то есть помощью топа да можно любой цвет превратить вот такой вот забавный с добавлением интересного такого вот стекляруса такого серебряного цвета все ровненько все красивенько замечательно все про то поговорили про новый а теперь конкретно про дизайны про дизайны в котором будут участвовать у нас с вами гель-лаки из коллекции loss and time и из коллекции под гипнозом под гипнозом так все сами типсик прикрепим и так сделаем просто вертикальный переход который если допустим горизонтальный переход не очень хорошо получается то уж вертикальный сто процентов получится у всех ну давайте замутим эту тему и так половинка ноготочка у меня будет номер 396 светоотражающий из коллекции под гипнозом да вот такие блестки если кто-то вот уже приобрел себе такие гель-лаки в работу наверное уже поняли что надо наносить одним слоем можно на кисточку не давить и аккуратненько распределять по поверхности так и не просушиваем наносим сразу второй цвет а второй цвет у нас из коллекции loss and time осенняя коллекция которая чуть выше чуть раньше 389 цвет и прикольно сочетается если например не хочет клиент к сильно мрачный до какое-то покрытие можно на одном пальчике взять и замутить вот таким вот образом понятно что кисточка испачкается конечно не без этого девчат поэтому под руками конечно же должна быть салфеточка чтобы кисточку протирать сейчас мы протрем я что-то бахнула больше 396 цвета до чем планировала поэтому я теперь тихонечко его аккуратненько вот так вот сверху сверху и вот так вот зайду на вражескую территорию все вот так видите один цвет с мелким перламутром другой с крупными стекляшками на весь месте они смотрятся очень органично и покрытие смыне смотрится не таким мрачным да как допустим чтобы это был один темный цвет так просушиваем лампе естественно мы больше не будем наносить еще слои но если только вы захотите там светленький цвет дать еще разочек допустим чуть чтоб ярче было так просушиваем и после этого девчат можно воспользоваться например для фона для фона взять например пластиночку за техники стемпинг да такой с кружевами сейчас мы найдем с кружевами цветочками например вот это она мне тут чуть-чуть в красочке сейчас мы приведем хорошее состояние сейчас буквально секундочку вчера был семинар не успела выпустила из вида что у меня пластинка не вытерта сейчас придется вытереть прям здесь судорожно нервничая и так кружева это пластинка для стемпинга для техники стемпинг номер четыре у нас есть такая с кружевами и вот как раз таки вот здесь вот эти вот вензелечки вот этот вот веточки очень хорошо подойдут для любого фона такого зимнего и так а с помощью белой эмпасты да не лака не лака можно и лака конечно но я с помощью эмпасты можно взять немножечко эмпасту смешать с черной эмпасты вот допустим чуть-чуть белой чуть-чуть черной эмпасты возьмем секундочку можно сделать знаете такой цвет не чтобы не сильно был белый да и в то же время не очень серый скажем так эмпаста вот так вот светлый светлый серый цвет сделаем вот так и с помощью где у нас тут подушечка для стемпинга так им просто можно взять в принципе любую кисточку удобную для вас так немножко серенькой эмпасты и давайте отпечатаем на задний план например ну пусть это будут вот эти вот вензелечки вы же не против причем даже если где-то немножко не отпечатаются ничего страшного не случится абсолютно так ну и теперь мне нужно все это лишнее убрать так убираем и набираем на подушечку для степпинга так как я работаю эмпастой видите можно тут конечно немножко и не так быстро скажем делать потому что если делать это лаком лаковой краской то конечно же придется все это очень быстро на ходу вот а эмпастой можно поиграться она очень хорошо набирается и при этом как бы не сохнет да пока не попадет в лампу вытираем и липкий слой с поверхности нашего покрытия здравствуйте видео сохраните да конечно мы всегда стараемся сохранять все на и обычно на ютюбе youtube так с помощью обезжиривателя вытираю липкий слой с поверхности нашего покрытия видите у нас такой вертикальный переход причем на 1 2 делается вообще вот просто никаких вот особых там усилий затрат не надо делать так и отпечатываем наши вензель очки которые мы набрали тут с помощью им пасточки вот так на поверхность нашего градиента так как это им паста просушиваем естественно в лампе пусть это будет 30 секунд и с помощью декораций помощью декораций дополним нашу картинку для полного счастья так можно что у нас какая атрибутика ну звездочки то можно взять можно взять прошлогодний шармиконы может такого-то сохранились вот варианты со звездочками так можно взять какие-нибудь варианты тоже с прошлого года вот такие вот елочки у меня остались в этом году тоже вышли очень прикольные шармикон чеки новогодние сейчас я вам напомню может кто-то не знал вот такие вот вышли с игрушками да любые подойдут на самом деле фон у нас уже новогодний на л-круст вот такой 5d вот такие шармиконы с цепочками на шармиконы с веточками новогодними на л-круст можно у кого-то может быть остался с прошлого года вот такие вот с подарками вот такие украшения тоже с прошлого года в магазине продаются это зимние мотивы номер 7 груз это с этого года с камушками готовы вот такой шармикончик номер 227 то есть можно в принципе взять любые декорации которые у вас есть в наличии есть наличие так а можно взять такие которые картиночками да вот мой вот эти вот варианты лесная сказка сканди стиль вот можно что нибудь из этого до сообразить и мы сейчас с вами это все сделаем мы не делаем я каждый четверг конечно в последнее время выходим очень много новогодних вариантов предлагаю мастерам но каждый раз хочу что-то использовать новое поэтому давайте мы знаете что они использовали в предыдущих работах например варежки варежки видите вот они тут парно висят с птичками делали позапрошлый по моему раз с коньками тоже делали с птичками с коньками с подарками от с варежками по моему нас не было еще ни разу так мокрая салфетка все положил простите положила все пусть намокают наши варежки так ну естественно там двух-трех секунд хватает но нам нужно пока подготовить поверхность и мы отпечатывали им пасту девчат на фонган с которого сняли дисперсию да поэтому в принципе можно ничем не перекрывать просто прикрепить шармиконы если вы хотите их прикрепить ну например например пару можно каких-нибудь звездочек вот например звездочка раз там звездочка 2 белую черную серебряную какую-нибудь потопом все это будет очень красиво все это будет видно неважно вы же помните да у нас ростове на дону все лучше и сразу и градиент вертикальный и отпечаток с помощью пластины для стемпинга до технику выполнили сюда же допустим прикрепили пару шармикончиков так вот сюда на свободный краешек сейчас мы прикрепим ну вот так например видите вензилечки и звездочки да ну и теперь чтобы прикрепить слайдер на поверхность мы конечно же работаем со слайдер топом но если вдруг у вас слайдер топа нету для этого принципе можно взять и просто базу тоненько нанести базу жидкую базу но мы работаем конечно же со слайдер топом так как он у меня всегда есть под руками и вообще топ такой знаете классный как рабочая лошадка кто не знает слайдер топ если нанести на весь ноготочек и просушить одну минутку очень хорошо отпечатывается фольга причем фольга любая глянцевая голографическая матовая фольга на слайдер топ очень хорошо втирать пыли то есть вот блесточки не пигменты те которые втирают обычно в топ без липкого слоя а именно пыли которые имеют объем до блесточки мелкие крупные неважно и слайдер топ для втирки тоже нужно сушить одну минуту и получается идеальная втирка такая зеркальная если вы пыль возьмете там какую-нибудь голографическую такой зеркальный эффект да с красивым с голографическим таким отливом если пыль металлическая то металлический отлив будет но именно когда ты слайдер топ сушишь одну минуту и фольга классно отпечатается и пыль классно втирается и слайдеры классно прикрепляются и держатся так но мы тем временем прикрепляем варежки я уверена что они вот как-то так остаются немножечко я их так на темную сторону нашего покрытия до на темную сторону нашего покрытия вот так вот сторону прям так просушиваем чтобы перекрыть объемные картинки и неважно просто слайдеры до прежде чем перекрывают топом обязательно обрабатывают ультрабондом или праймером до нашем случае это ультрабонд и вот эти вот объемные картинки варежки мы естественно с вами обрабатываем ультрабондом. Ультрабонд высыхает на воздухе в течение одной минутки, а лучше двух. Так, и после этого закрываем. Ну, давайте. Можно закрыть матовым топом, можно закрыть глянцевым топом, можно закрыть любым топом, которым вы работаете. Я возьму ультрашайн, да, ультраблеск. Но, о, кстати, что-то саму себя остановило. Знаете, можно, допустим, мы же можем с вами взять, например, импасту и нарисовать рисунок сверху еще. Добавить веревочки там какую-нибудь точечку и так далее. То есть, если бы вы ничего не собирались больше делать, то можно было бы закрыть ультрашайном. А так как я сейчас вот немножечко себя притормозила, посмотрела на белую импасту, которая рядом стоит, я добавлю туда веревочки, бантик и так далее. Чуть не забыла, а то они просто летают в воздухе. Поэтому возьму для покрытия теклос. Теклос, он точно так же глянцевый, точно так же блестит. Хорошо. Просто единственное, что, конечно, ультрашайн, она же как стекляшечка. И получается, ну, дольше не царапается, может быть, дольше там механическим воздействием не так подвержен, как, например, топ. Топ – это, конечно, более мягкий топ, нежели ультрашайн. Все. Даже можно пальчик перевернуть. Все-таки картинка у нас объемная, как бы, знаете, с элементами моделирования получается. Переверну немножечко, как бы пальчик клиента, да? Так. Просушиваем. Просушиваем. И теперь, девчат, с помощью кисточки, тоненькой кисточки, ну, в нашем случае 5 дробь 0, 5 дробь 0 кисточка. Есть в продаже и белая синтетическая кисточка, и черная синтетическая кисточка. Если кто-то не знает, это тоненькая кисточка для тонких линий. По-разному мастера относятся к этим кистям. Хорошо, когда есть одна и вторая. Хотя, знаете, я видела, как классно рисуют черной кисточкой, и как не получается белой. Вот, поэтому, чем отличается черная синтетика от белой синтетики? Мне тоже кажется, все, кто работают с материалами ими, знают, что белая кисточка, она чуть короче и мягче, а черная кисточка, она чуть-чуть длиннее и жестче. Вот, и мы с вами уже на готовую поверхность, на готовую поверхность, возьмем белую м-пасту, белый рафинад, где у нас крышка, запечатлится у вас в памяти, белый рафинад. Так, взяла совсем чуть-чуть, на пальчик. И теперь с помощью тоненькой кисточки мы с вами добавим веревочки. Так, ну давайте, вот отсюда, откуда-то сверху веревочки присоединяются к варежкам. Можно прям не совсем тонюсенько. Вот так. И можно, знаете, финтушами сделать, это я так говорю, добавить еще, например, вот точечку на веревочку и завязать бантик. И завязать бантик. Завязываем бантик. Бантик. Кто-то позвонил на телефон, мы его срочно выключили. Так, ну давайте вот так пару веревочек еще будут вниз висеть. И можно, например, тут у перчаточек, у варежек, у этих, есть такой рисуночек, да, как бы вязанный. Как косичка. Можно чуть-чуть добавить белой импасты и сделать ее более выразительной. На одной варежке и на второй. Если вы где-то немножечко контур, да, пройдетесь, зададите, хуже не будет, будет только лучше. Контур. Пальчик. И в любой непонятной ситуации поставьте несколько точечек. Не обращайте внимания на то, что там у вас под топом. Все, что под топом, будет смотреться, как там элементы аквариума. Сейчас вообще аквариум, да, смотрю, листая, допустим, в Инстаграм, где-то там иногда смотрю, как бы модно опять стало аквариум. Лет вот 15-16 назад все повально делали аквариум. Это знаете, когда делали, подставляли, допустим, там формочку под ноготочек прозрачным. 397-й цвет. Очень красивая кошечка 397-й, вы имеете в виду у нас. Да, красивый цвет. Такой красивый серебряный с розовинкой, с розовеньким отливчиком. Да, красивый, согласна. Мы уже много с ним вариантов дизайнов делали. Так что это. Так, и просушиваем, естественно, да. Девчат, очень прикольно делать дизайны, когда, вот, не смешивая, да, цвета, не смешивая, но сделать интересное покрытие в плане, не просто там пополам ноготь разделить, а, например, делить ноготочек так аккуратненько на две части, например, как вот покрытие руфиан, да, то есть вот делают покрытие, как бы смещаются пониже от кутикулы, и, например, мы сейчас делаем основу, например, белую, вот таким образом сочетать эти цвета. Тоненькую-тоненькую подложечку. Так вот, про аквариум сейчас я. Просто времечко есть, хочется еще какой-нибудь вариант замутить. Про аквариум. Раньше подставляли формы прозрачным гелем, удлиняли свободный краешек, делали тоненькую подложечку, удлиняли, и потом на липкий слой, там, например, базой промазывали, и очень много всяких вспомогательных материалов выкладывали на базу, просушивали, все это опять базой перекрывали, и потом уже скульптурным гелем моделировали сам ноготочек. И как бы в аквариум вкладывали, что только не вкладывали, и слюду, и ракушку, и сухоцветы, и бульонки был такой замечательный материал, шарики такие, в лучшем случае металлические, в худшем там какие-то пластмассовые крашеные, вот, и часто даже, когда их топом закрываешь, они там, свет облазил, вот, а сейчас, смотрю, тоже начали, вот именно на тоненькой базой, ну, ноготочек покрывают, потом выкладывают и ракушку, и слюду, и просто гель какой-то наносят, да, то есть как бы с элементами, там кусочки фольги выкладывают, и потом точно так же еще и моделируют не прозрачные, например, базы, а молочные базы, и получается такой эффект, как будто материал из-под молока так выглядывает, ну, прикольно тоже, да, то есть это сейчас сплошь и рядом, так, это вариант у нас готовый, мы сюда его прикрепим, да, вот с варежками, ну, в принципе, у меня тут есть, по большому счету, чтобы сильно глаза не разбегались, это вот точно такой же вариант мы сейчас с вами сделали, да, а сейчас вот, например, вот такой вот вариант, видите, когда покрытие сделано вот так вот разделено на ноготочек, видите, тут тоже вот так же пополам, да, верхушка один цвет, низ другой, так, и теперь верхнюю часть ноготочка, я сейчас попрошу вот так клиентку перевернуть пальчик и нанесу около кутикулы черный цвет, понятно, что на клиентах так не получится наносить, можно будет просто взять любую удобную для вас кисточку, ну, а я сейчас так, чтобы просто побыстрее было, под кутикулу, конечно же, кисточкой из-под флакона будет трудно нанести герлочок аккуратненько, вот, конечно же, любой удобной для вас кисточкой, так, вот у нас получается низ белый, верх черный пока, тонкий, 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 тонкий слой, просушиваем, а теперь вторым слоем, ну, как правило, все равно покрытие, да, как бы можно сделать в два слоя, просто так будет намного плотнее выглядеть, теперь 389 цвет из коллекции Loss and Time, осенняя коллекция, получается, нагружаем белую половиночку нашего ноготочка, будет такой красивый перламутровый с мелким шиммером, мерцанием, это не из новой коллекции, а из коллекции, которая вышла осенью, 389 цвет, вот таким образом подсушиваем, так, я сейчас пока сохнет, прочитаю, что тут пишут, цвет очень красивый, так, 397 классный, его можно смешивать с любым лаком, прикольные цвета, получается, взяла про запас флакончик, офигенный просто, он 397, да, мы опять продолжаем, теперь песни Дефирам Баггерлаку из новой коллекции под гипнозом, 397, красивый, да, красивый, и мы много уже вариантов дизайна делали с ним, и в прошлый раз мы смешивали его как раз таки с 396 цветом, так, это вот с прошлого раза, видите, вот у нас красивое сочетание, тоже получается, он с розовым отливом такой получается, и получаются очень как бы интересные варианты, это у нас дизайны с предыдущих новогодних эфиров, сейчас мы сюда прикрепим недостающие, так, вот еще тут у нас есть, если хотите, можно так бегло, вот здесь еще варианты новогодние, слушайте, так оно, знаете, тихим сапом несколько четвергов, и собралась целая огромная планшетка типсиков, так, вот потихонечку, так, а сюда опять же любой удобной для вас кисточкой нанесла, вот уже 396 цвет, да, на поверхности, получается, там перламутр блестит, а здесь у нас блесточки, девчат, я повторюсь, конечно же, я на типсе делаю, конечно же, вы просто возьмете удобную для вас кисточку, а я просто, чтобы сэкономить время, делаю эта кисточка из флакона, просто, чтобы было понятно, как я это сделала, так, просушиваем, просушиваем, так, и опять же, с помощью декорации можно просто взять и украсить такой вариант, видите, вот я сделала, например, с часами, а сюда ведь можно же прикрепить не только часы, ведь это же может быть абсолютно любая новогодняя тематика, это может быть шишка, это может быть там звездочки, это могут быть какие-то веточки, это могут быть коньки, то есть абсолютно любой, абсолютно любой, вот смотрите, нам тут девчонки подсказывают, офигенный просто он, запас, так, здравствуйте, здравствуйте, Ольга пишет, можно добавить капельку в любой лак, он как пигмент, очень красивые цвета получаются, девчата, честное слово, вот еще просто, наверное, ход не дошел, вот, а вообще, вот теперь вы идею подали, можно попробовать, конечно же, поглумиться над этим делом, так, видно, вот я сделала, вот так вот, заготовочку, и вот на такой вот вариант можно пристроить абсолютно любые, да, варианты новогодних декораций, и точно так же вспомнить о том, что есть новогодняя пластиночка для стемпинга, да, я думаю, что тоже у многих мастеров есть, может быть, не обязательно, допустим, Эми, да, хотя Эми самое лучшее, на правах рекламы, так, опять же, белая эмпаста, белая эмпаста, чуть-чуть сейчас возьму, вот, например, тут вот звездочки какие-то есть, можно какие-нибудь вот сюда снежиночки еще задействовать, так вот аккуратно, это, девчат, белая эмпаста, поэтому я так без зазрения совести и долго, и разговариваю, вот тут лишнее уберем, вот здесь лишнее уберем, все это попытаемся набрать, так, сейчас, секундочку, так, сейчас я с помощью обезжиривателя лишнее уберу с подушечки, а то у меня набрались не только звездочки, еще какая-то надпись, она мне пока не нужна, поэтому салфеточку уберу, что не нужно, так, и вот сюда наверх, например, вот сюда раз, там, звездочки разместили, хотите, можете еще добавить, причем пластинку после эмпасты, можно не вытирать, можно прям сверху добавить еще чуть-чуть материала, точно так же излишечки сверху убрать, и продолжить глумиться, видите, я практически, да, то есть, как бы чуть-чуть сэкономила время, потому что эмпасты, так, ну давайте, ой, я смазала предыдущую, ну как же, вот когда торопишься, сейчас я подобавляю, ну вот так, по кругу подобавляла немножко, видите, на черный фон, просушила, это же эмпаста, нужно же было сразу просушить, вот, и теперь опять же, с помощью декораций, любых девчат, которые у вас есть, ну вот, например, часы, да, часы, прикольно, они так солидно смотрятся, даже вот, например, клиентам, да, бывает, что там всякие там, уси-пуси для молодых девчонок, ну вот часы, какие-нибудь такие, колокольчики, солидно смотрятся даже на взрослых дамочках, как я, так, здравствуйте, присоединяю, Наташа, если в процессе эфира возникнут вопросы, можно ли вам задать вопросы, вам в личку, конечно, можно, найдете меня, можно в инстаграме найти меня, и там написать, и единственное, что пока там VPN включаю, может быть, просто не сразу отвечу, вообще можно в WhatsApp писать, вообще легко, вот, поэтому найдете меня, я уверена, что найдете, так, и значит, с помощью, давайте, например, вот такой декорации, шармикончики, да, давайте возьмем какую-нибудь, такую черную полосочку, то, что мне просто под руки попалось, так, импасту мы высушили, так, вот центр ноготочка отметим, помните, если шармикон выходит за пределы свободного краешка, обязательно, бафиком, обязательно уберите все, что лишнее, потому что, как только подотрется топ, а он подотрется обязательно, начнет подниматься шармикон, а вам это совершенно не нужно, что можно сделать с золотом, из новой коллекции, какой дизайн с ним, к сожалению, очень мало сейчас времени, но по большому счету, золотой можно использовать, просто как самостоятельный цвет, когда один палец просто покрывают, например, либо серебряный делают, либо золотой, это самое простое, что можно добавить, и очень прикольно делать, девчата, я пока слайдер топ нанесу, и прикольно, например, на любые темные оттенки, на черный цвет, на темно-зеленый цвет, тонировку делать по-сухому, обычно, допустим, делают какое-то темное покрытие, просушивают, а уже потом сверху наносят, например, там примерно на одну третью часть, на одну четвертую часть, под кутикулу, наносят цвет с блестками, да, и кисточкой для градиента потихонечку растягивают, как будто бы натягивая гель-лак с блестками, да, на основной какой-то темный фон, и вот золото, те, кто любят золотые украшения носить, да, у кого будет какой-то там, ну, в наряде, что-нибудь золотое, да, тогда как раз таки можно использовать, но это самые простые варианты, то есть использовать именно как не полное покрытие, а как цвет, который добавляете сверху, как будто вы тонируете этим цветом с блестками, любое цветное темное покрытие, так, а я пока подсушила, взяла часы, и прикрепила вот сюда, вот на границу, да, здесь вот прикольно будет смотреться абсолютно любые декорации, это могут быть и какие-то коньки, звездочки, там, я не знаю, там всякие там веточки и так далее, кстати, прикольно, можно вот сюда веточку какую-нибудь продлить, а давайте попробуем продлить, еще пару минут, вроде особо не сыграет, но, опять же, я возьму, вот, например, какую-нибудь веточку тут под руками вот лежит, эти декорации с прошлого года остались с часами, которые очень красивые были, они очень нравились в прошлом году, и вот волей судеб залезла в закромах, о родине в классе, и нашла, прикольно смотрятся, так, я хочу просто добавить веточку вот сюда по центру, так, вот сюда вот, например, смотрите, да, немножко буквально, сейчас вот посмотрю, можно даже еще будет подрезать немножко, чтобы стык в стык, чтобы даже вот не было бы, вот, как будто это одно единое целое, подсушиваем, подсушиваем, обязательно объемную картинку обрабатываем праймером или ультрабондом, в WhatsApp у вас позывные клюква, да, девчат, клюква, золото можно протонировать витражными гель-лаками, да, кстати, можно, ну, мы просто говорили про золото в чистом виде, как бы, а так, конечно же, можно, так, девчат, ультрабонд или праймер, обязательно пропитываем картинку, так, и после того, как высохнет одну минутку, после этого закрываете топом, топ может быть любым, хотите, глянцевым, хотите, матовым, это не принципиально, важно, важно, чтобы это было закрыто, закрываем, все, нанесли топ, теперь, девчат, я обычно беру кисточку для градиента, и просто убираю лишнее, лишнее, да, как будто бы вот излишки топа, просто с объемной картиночки вытираем, вот эти все места аккуратненько, лишнее убираем, даже можно с часов прям убрать, а потом туда капельку топа поставить, просушиваем, так, и после того, как высохнет, можно взять просто капельку топа с глянцевого, можно, допустим, тот же ультрашайм взять, и поставить в часы капельку ультрашайна, чтобы, знаете, вот часы просто станут объемные, вот сюда, раз, капельку, и капелька растяглась по циферблату, и сразу просушили, сейчас подсохнет, так, ну, а наше времечко потихонечку подошло к своему логическому завершению, мы немножечко сегодня опоздали, сейчас будет следующий прямой эфир, вот, и, так, все высохло, так, высохло, да, и у нас получилось с вами вот такой вот вариантик, ну, я вот так вот сделаю сейчас, чтобы быстро было, вот так на экран положу, вот так, и, может быть, как раз таки кому-то эти идеи зайдут, ведь цвета же, не обязательно брать такие, как мы, допустим, да, там показываю на прямых эфирах, можно же любые цвета взять абсолютно, просто вот таким вот образом их посочетать, либо разделить ноготь на четыре части, да, либо вот как вот Руфиан я сделала, либо просто пополам, либо градиент, и будет очень прикольно смотреться, и вот тут вот Ольга нам пишет золотом, Катя показывала, посмотрите ее эфиры, правда, там золото из коллекции гель-красок, но я думаю, разницы нет, да, на самом деле просто как, как варианты, да, то есть, есть гелевые краски золотые, есть гель-лаки золотые, и раньше, например, у нас, у старых мастеров, конечно, мы больше гелевыми красками работали, и вот коллекция гелевых красок Супер Стар, я думаю, что тоже кто-то знает из вас, то есть, она была тоже таким прорывом в свое время, и для покрытия более удобно использовать, и так далее, и сейчас, например, вот из коллекции Супер Стар, Стар была такая самая популярная гелевая краска, Красный Воробей, и вот в этом году вышел красный гель-лак, 401 номер, он как раз-таки полностью соответствует этой гелевой краске, так, девчат, ну, я надеюсь, мы, как всегда, не очень много времени вашего отняли, и просто как вариант, может, кто-то сделает скриншот, и поможет это вам в работе, девчонки, всех с праздником, с наступающим, всех побольше денежных клиентов, удачи, здоровья, всего самого хорошего, удачи вам!